В Министерстве сельского хозяйства Чувашии прошел семинар-совещание по вопросам развития инициативного бюджетирования в субъектах. Актуальные вопросы с руководителями местных органов власти обсудили представители Всемирного банка и Центра инициативного бюджетирования Министерства финансов Российской Федерации. Идея привлечения граждан к управлению финансами, развитию общественной инфраструктуры, участию в различных программах не нова и в разное время приобретала разные формы. Инициативное бюджетирование, когда жители сами определяют первоочередные задачи по благоустройству и финансово участвуют в их решении, оказалось одной из самых удачных. Если даже эту небольшую сумму человек вносит, он по-другому начинает относиться к этим объектам. Мы видим на практике, они дольше эксплуатируются, меньше водализма, более корректные сметы, более подконтрольная реализация этих проектов. То есть именно запускается механизм такого хозяйского отношения. Это мои деньги, это мой проект, это мое село, я буду в этом участвовать, я буду смотреть, чтобы это потом должным образом эксплуатировалось. В Чувашии механизм инициативного бюджетирования внедрен указом главы республики с начала прошлого года. И за это время в сельских поселениях построено 13 участков автомобильных дорог, 19 детских игровых площадок, парковых зон. Проведен ремонт в 23 сельских школах, домах культуры, детских садах. Организовано водоснабжение, уличное освещение и благоустройство 27 сельских улиц. Список можно продолжить. Из республиканской казны было выделено более 50 миллионов рублей. На 2018 год объемы удваиваются. И мы сегодня планируем, что на эти цели, на реализацию проектов инициативного бюджетирования будет использовано не менее 113 миллионов рублей. За год Чувашия успела наработать положительный опыт работы по программам инициативного бюджетирования. По мнению экспертов, он будет полезен для других регионов. Должен сказать, что практически уникален, когда именно работа выполняется под эгидой Министерства сельского хозяйства. В большинстве регионов эту работу выполняют строго финансовые или экономические органы. Многие думают о том, как сохранить деревню, как сделать так, чтобы люди не уезжали оттуда, чтобы там было восстановлено и построено что-то новое, что-то то, чтобы заставило людей закрепиться на этой территории. Конечно, в первую очередь молодежь. Или вернуться после получения образования. Сегодня инициативное бюджетирование как форма работы используется не только в сельской местности, но и в городах Чувашия. Елена Гальперина, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика.